Поехали. Как вы столкнулись с Трубниковым? Видел ли кто-то из коллег его до этого в каких-то общественных местах? Мы с коллегой гуляли недалеко от бывшего заведения Бархат, сейчас оно называется Си Солт. Увидели белый Мерседес марки ML350. Насколько нам было известно, этот автомобиль принадлежал Александру Трубникову. Когда мы зашли в кафе Си Солт, наши догадки подтвердились. Трубников сидел там. Что же касается, видел ли его кто-то из коллег, мне лично неизвестно. И как Трубников на это отреагировал? Он пытался быть спокойным, хотя по его лицу было видно, что он напряжен достаточно. И когда мы у него спросили, извините, пожалуйста, что вы здесь делаете, он нам ответил, а где я должен быть? В тюрьме, что ли? Известно ли вам, провел ли он в колонии хоть какое-то время? Нет, лично мне насчет этого ничего неизвестно. Насколько я знаю, моему коллеге точно так же. Пытались ли его посадить, обращались ли вы в какие-то ответственные за это структуры? Нет, мы не обращались. Если никто не обращает внимания на отсутствие наказания, с чем это может быть связано? Ну, это связано, наверное, со всей системой, потому что ни один Воронеж в подобных происшествиях, так сказать, прославился. Потому что, посмотрите на Москву, например, Васильева, Сердюков точно так же гуляют на свободе. Да, но там хотя бы было решение суда, что там об амнистии, ну, насколько мне известно. А здесь человек переговоренный спокойно гуляет, ходит по ресторанам. Единичный ли это случай на Вашей памяти или в Воронеже какая-то практика, все же существует, крышевание опальных шишек? Я об этом ничего не знаю. Лично для меня это был... Я первый раз в Воронеже, я первый раз это увидел. И чем, по Вашему мнению, закончится эта история? И где же все-таки наворованные деньги? Ну, это одному Богу известно, чем она закончится, эта история. Мне кажется, ну, тяжело сказать. Лично мне очень тяжело сказать. Потому что у нас такой город, здесь может произойти все, что угодно. Ее могут посадить, могут отпустить. Это, знаете, такая система.